Сотрудники госавтоинспекции напомнили самарцам о правилах поведения на проезжей части в плохую погоду. Во время обильных осадков водителям важно быть предельно осторожными и внимательными, управляя автомобилем. Следует соблюдать правила дорожного движения, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии. В обязательном порядке придерживаться безопасного скоростного режима и выдерживать дистанцию с другими машинами. Пешеходам необходимо переходить дорогу только в предназначенных для этого местах и использовать световозвращающие элементы. Глава Самарской области Вячеслав Федорищев сегодня работает в Отрадном. Он встретился с начальником и сотрудниками крупнейшего в России завода по производству напольных покрытий. На встрече обсудили программу по привлечению инвесторов и ремонт дороги на территории, ведущей к организации. Цитата. «Сейчас системно увеличиваем дорожный фон, даем главам возможность больше ремонтировать. Эту дорогу точно отремонтируем. В следующем году мы ее сделаем», – отметил руководитель Самарской области. Самарская область приняла участие в пятом юбилейном сезоне фестиваля уличного искусства ПФО «Форм-арт». Регион представляет художник Дмитрий Горшков с работой «Игротиней» на фасаде жилого дома в Самарин по адресу Советской армии 121. В 2024 году фестиваль посвящен Году семьи. Художник вместил в свой труд ценности семьи, поддержки и любви. До 10 августа можно проголосовать за работу по номеру, указанному на экране. Имена победителей станут известны на торжественной церемонии подведения итогов в Кирове. В этом году самарские таможенники выявили 960 автомобилей, перевозивших товары с нарушениями через государственную границу. Сотрудники ведомства задержали почти 289 тысяч контрафактных товаров, более 475 тысяч штук без обязательной маркировки и 21,5 тонну санкционной продукции, запрещенной к ввозу в Россию. Водители в основном нарушали фитосанитарные и ветеринарные требования, перевозили контрафакт и немаркированные товары. По итогам этой работы возбудили 248 дел об административных правонарушениях и 5 уголовных. В Самарской области диспансеризацию прошли почти миллион жителей, об этом сообщили в Минздраве региона. В ходе бесплатных исследований, доступных всем, специалисты могут обнаружить предрасположенность к заболеваниям сердца, выявляют и риски развития этих болезней. К ним относятся повышенное содержание холестерина в крови, повышенное артериальное давление, курение, низкая физическая активность, нездоровое питание с повышенным количеством жиров и углеводов в рационе. Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий штрафы за самовольное подключение к системам централизованного водоснабжения. Соответствующие документы разместили на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно новым правилам, при незаконном пользовании такими системами для граждан предусмотрена сумма от 10 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц от 30 до 80 тысяч рублей, для юридических лиц от 100 до 200 тысяч рублей. Россиянам рассказали, что нельзя пить и есть с утра для поддержания фигуры. Нельзя пить на голодный желудок фруктовые соки или кофе с сахаром. Иначе вы получите порцию глюкозы, которая даст недолгое чувство насыщения и станет причиной избыточного веса. Если хотите поддерживать хорошую форму, лучше не есть на завтрак хлопья, хрустящие шарики с молоком, сахаром и мукой в составе.